Привет, я Полина. Смотрите программу «До 17 и старше». Будет интересно. Какой Полина была в детстве? Замечательный. Мне очень повезло. Я всегда благодарю Богу, что я такой ребенок. Это просто был санаторий детства у моего ребенка. А как рано она начала петь и заниматься творчеством? Честно говоря, очень рано. Она первая мелодия написала еще, когда говорить не умела. Вот. И как-то вот это было предупределено, по-моему. Потому что она, ну, сразу она вот... То ли она видела маму на сцене, то ли, я не знаю почему, у нее самой это все было. То есть она просто вот с двух лет уже была артистка. А скажите, пожалуйста, поддерживали вы ее всегда в начинаниях, в творчестве? И хотелось ли вам, чтобы она стала артисткой? Или, может быть, вы выбрали для нее другую профессию? Честно говоря, это даже не обсуждалось, потому что настолько было очевидно. И, конечно, мы ее поддерживали. Мы... Я понимала, что это талант у девочки. И мы всячески стремились ей помочь и дать ей возможность как бы воплотить свою мечту. Конечно, поддержка семьи очень важна. Да. Есть ли у вас какие-то ожидания от ее творчества? Может быть, вам нравится какой-то определенный стиль? И вам хотелось бы, чтобы она исполнила песни именно в этом стиле? У меня колоссальное доверие к дочери. Она, мне кажется, точно понимает, что нужно делать. И я полностью ей доверяю. У нее сложная ситуация. Она на двух языках работает. Но я думаю, что она вырулит. Полина, певица, автор-исполнитель, автор американского и русского хитов. Book of Love в шоколаде, Джанго, Пьяная любовь в дуэте с Димой Биланом, обладательница престижной музыкальной премии Грэмми. Как вам новая песня Полины? Так, ну я с нетерпением жду премьеру данного трека и клипа. Такое название – «Любовь у сердца в рабстве». На самом деле, мне очень интересно, какой будет клип. Ну и, конечно же, песня, потому что я знаю то, что Полина делает невероятно красивые музыкальные видео. И мне не терпится, но скорее увидеть эту новинку. Скажите, пожалуйста, какая из песен Полины вам нравится больше всего? У Полины очень много классных треков и на английском, и на русском. Мы, конечно же, все знаем песни Book of Love и «Пьяную любовь» с Димой Биланом. И в шоколаде замечательный, потрясающий трек. Ну, наверное, эти самые любимые. А смогли бы вы напеть какую-нибудь? Это пьяная любовь, никуда не деться. Ты сбиваешь пуль, стрелы прямо в сердце. Это пьяная любовь, с кем мне отопеться. Бешь меня по швам, метишь прямо в сердце. Что бы вы пожелали Полине? Полина является большим артистом уже и в Лос-Анджелесе, и в Москве. Конечно же, я желаю больше классной музыки, чтобы выпускала Полина больше ярких, таких волшебных клипов, которые она всегда делает, и чтобы радовала свою аудиторию новым и новым материалом. Мне кажется, вообще музыка, она меняет температуру воздуха. Поэтому песни, которые умеют это делать, и неважно, 80 лет назад, 20 лет назад, или это сегодняшний трек, но это вот та магия. Поэтому песни, которые имеют эту магию, они вечны. И я, конечно, надеюсь, что наш трек «Любовь, усердство, рабство» на стихе Михаила Гусарьева, что он будет иметь такой эффект, потому что в лучшем это вот понимание ретро-ностальгический трек, но в очень современной опработке. Поэтому мы немножко поностальгировали также в клипе ретро-футуристика. Вот я сегодня абсолютно решила облачиться в лук из клипа, и это для меня очень реальная история, в которой я проживаю. Так что надеюсь, что все почувствуют это тепло, этого трека, и поностальгируясь вместе с нами. Сначала я написала мелодию и музыку с моим продюсером Чинг-Конгом, и послали эту дему Михаилу Гусарьеву, и она ему понравилась. И потом он ушел писать стихи, работать над строчками, и, наверное, работа продолжалась на протяжении... Он очень быстро выдал текст, но потом на протяжении этих месяцев мы... он как бы закручивал этот текст, эти стихи, потому что он очень-очень серьезно подходит к каждой песне. А с песней Джанга была так же. Он настолько... Я могу сравнить только со скульптором и, наверное, скульптурой. Он постепенно вот как мрамор оттачивает этот текст, чтобы каждая строчка, каждое слово заходило прямо человеку в сердце. Поэтому это был год, но он стоил того. И за это время мы прошли очень много разных фильмов клипа. И я рада, что благодаря этому в конце концов мы пришли именно к этой субчатой группе. И клип получился суперкрасочный. Я так рада, что был такой крутой. У нас сегодня запятная премьера клипа, и был очень классный фигбэк. Очень-очень классный, потрясающий клип. Скажите, пожалуйста, еще во сколько же обходятся съемки фильма, если это не секрет? К счастью, я не знаю. На самом деле, я говорю к счастью, потому что, вы знаете, для артиста это большое счастье, когда есть команда, которая просто позволяет тебе творить. Но, в первую очередь, это Гуцериев Медиа, это Михаил Гуцериев, который очень поддержал эту историю. Он дал мне возможность и дал мне креативную контроль. Некоторые, да, вот именно сделать это в своем видении. И это огромное счастье для артиста, иметь такую поддержку колоссальную. И даже не знать, какой бюджет у Крива, потому что на Западе, где я работаю, очень много. Я знаю, как это сложно, приходится отвоевывать эти бюджеты с лейблами и так далее. Я как бы знаю это изнутри. Поэтому для меня это такое счастье просто быть артистом. Сегодня вышел трек. Мы вчера до часа ночи были все на связи и работали. Есть ли книга, к которой вы хотите возвращаться? Я возвращаюсь в классики. Я возвращаюсь в «Колисий страниц и чудес» «Мастер и Маргарит». Это некоторые такие книги, которые имеют такие, как бы, говорят о посторонних мирах. И мне это все очень интересно. А вообще я очень люблю биографии людей. Мне чудесные люди, их жизни, их судьбы. Я, как правило, мечтаю очень любить биографии. Для меня артисты вне времени, это прежде всего артисты. Любые артисты, которые, наверное, несут какую-то правду и какую-то настоящую энергию и аутентичность. Поэтому для меня это очень много артистов, как и в России, так и на Западе. Но прежде всего, мне кажется, это правда. Артисты насчитываются в его музыке. Поэтому, наверное, это огромный список артистов. Ну, для меня, наверное, это будет немножко, может быть, вайдер спутся от палки. Но, конечно, для меня Майкл Джексон остается быть все равно недосягаемым в этом плане. Потому что то, что я спутала на его концерте много лет назад, наверное, это дало, послужило толчком для того, чтобы я занималась поп-музыкой. Потому что это соприкосновение с космосом. И, пожалуй, ближайшее, что было по уровню энергетики к этому, это была объянсия на фестивале Coachella несколько лет назад. Она была хедлайнером. Это было нереальное шоу, когда просто все встали и просто никто не мог, все актуализовало. Мои отношения к Малине прекрасные. Во-первых, я очень люблю эту артистку. Мы часто пересекаемся с ней и на мероприятиях. Даже сидим в жюри различных конкурсов и телевизионных, и нетелевизионных. Я так давно за ней слежу, и поэтому с огромным удовольствием пришла сегодня поддержать. И вообще, я очень люблю ее треки, она очень талантливый автор. Да, согласна полностью. Скажите, пожалуйста, а какая песня вам больше всего нравится? Ну, на данный момент в моем плейлисте песня «Алла с фахарин фаэна». Обожаю эту песню, очень крутой. И я считаю, что это прям топ европейского уровня. Сегодня осталась премьера трека «Любовь у сердца в рабстве». Это для меня очень волнительный день. Это моя вторая работа с поэном Михаилом Куцериевым. Я ему безумно благодарна за эти стихи, за эти строчки, за то, что он дал мне возможность воплотить жизнь. Это так круто, эту всю историю поддержал ее. Итак, друзья, сегодня прошел потрясающий вечер, где певица Полина презентовала свою новую песню. Мои впечатления достаточно яркие и наполненные, потому что я увидела сегодня настоящую работу команды. Я увидела сегодня, как музыка, творчество сплачивает людей. И позволяет им творить и создавать поистине интересные работы. Я увидела, как человек вдохновляется чем-то, что не существовало в момент, когда он проводил свою молодость. Но, однако, отсылка к прошлому, в новой интерпретации, футуризм предстали передо мной достаточно в мягком стиле, в таком очень современном и женственном. И, соответственно, картинка получилась полной с потрясающим вокалом Полины. Я искренне впечатлена и восхищена увиденным. И желаю Полине творческих успехов. Все совпало, понимаете? Все отработали на 100%. Это большая удача. Это вообще редко бывает, когда вот такое стечение стояки, звезд с него, когда все, все совпало. Дай Бог, эта песня 7 футов в квартире. Будем надеяться, что она будет звучать на всех площадках. И мы все будем охлаждаться ей. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Ирина Лидерман. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!